Он что-то говорит, и очевидно по тексту, что люди не понимают то, что он им... Потом он говорит некую фразу, после которой они что сделали? Уверовали в него. Может, надо посмотреть внимательно на фразу, которую он сказал? Может быть, часть этой фразы, если вознесете, вот здесь приятная часть, тут от нас что-то зависит. Здесь от нас что-то зависит, мы должны что-то сделать. Если мы его вознесем, то мы что? Узнаем. Текст, ну, можно ближе к тексту. Узнаете, поймете, что это таки годится. Верим, иди сюда, сейчас будем возносить. Ну, текст об этом говорит? Да. Верим, возносим. Все, договорились, иди сюда, будем возносить. Да, но они, в общем-то, сразу и перестали верить. Для человека очень удобно, когда что-то в процессе зависит от него. Это понятно? И когда от него что-то зависит, он говорит, все, годится. Такой процесс нас устраивает. Но когда вы верите кому-то, и потом вы слышите слова, которые не помещаются в вашу голову, вам проще всего сказать, не, это был не тот. Ошиблись. И здесь вопрос послушания, он находится, к несчастью, на первом месте. Знаете, почему? А потому, что из вас очень плохое мерило. В прямом. Ого, очень плохое мерило чего-либо. Вот слово Божье, это хорошее мерило. А? Не слышно. Ну, я не знаю, но люди все время хотят им быть. Когда я говорил о послушании, тут же возникает вопрос. Подождите, кого слушается? А кто вам сказал, что он прав? Ну, кто вам сказал, что тот человек, который говорит, он прав? Я лично считаю, что он не прав. Ну, так же просто. Мне тем более не нравится вообще то, что он говорит. Я слышал, что он правым быть не может. Да, ты часто так вот поступал, да. Сначала сделал, а потом узнал. Что проще? Всегда же проще сказать, что он не прав, и при этом можно ничего не делать. Я понятно объясняю? Да. Существует всегда определенная иерархия во взаимоотношениях в любом обществе. Это понятно, нет? Общество всегда, в общем, находит в себе старших, которые все остальные должны, извините меня, в той или иной мере слушаться. Когда общество не устраивает старший, что они пытаются сделать? Снять его? Ну, в общем-то, они хорошо, надоело, хватит, будем искать другого, может быть, другое. Будет лучше, как правило, менять шило на швайку, следующее бывает тоже не очень хорошим, того тоже надо снимать, находить третьего и так дальше. В общем, общественный строй, он устроен по модели конфликта. Общественный строй, он устроен по модели конфликта. Модель конфликта между обществом и личностью. И все системы устроения обществ пытались решить конфликт общества, общественных интересов и личных интересов. Общество говорит, вы обязаны беспокоиться за сирот и вдов. А кто вам сказал, что я обязан? Ну что, моя сирота. И не моя вдова, а что я должен? Общество говорит, иди в армию, сынок. А что это вы решили, что я должен идти в армию? Я не хочу в армию. Общество говорит, послушай, плати налоги. А кто это придумал, такие налоги? Мне они, что? Не нравятся. Общество все время в той или иной степени будет ущемлять права личности. А личность будет сопротивляться этому ущемлению. И та или иная модель общества всегда пытается каким-то образом сгладить этот конфликт. И говорит, наши законы, они справедливые. Налоги, они правильные. Система образования, защиты прав малобеспеченных. Она сбалансированная и хорошая. А личность говорит, да нет, мне на что? Не нравится. Это понятно? И было одно общество, которое получило закон как дар, как подарок. И так больше никто не получал. Все общества вырабатывали на протяжении достаточно долгого времени свою законодательную базу. Изменяли ее, дополняли, исправляли. Что-то с ней все время делали. Процесс законотворчества постоянный. В нашей стране уже сколько лет? Четыре. До сих пор не угомонятся. Каждый день принимают что-то новые законы. Уже можно было бы давно остановиться. Не, они говорят, новые, новые, новые. Давайте этот переделаем, этот отменим, этот введем, этот изменим. Тут дополним, тут вычеркнем. И судя по этим ребятам, они не собираются даже останавливаться. У них нет планки, что вот это мы вот сделаем, смахнет с пол со лба, и там где-то разведнеется, и будем уже жить по этим законам. Не, они собираются их дальше менять. Извините, есть страна Америка, страна Жвачек. Может, у них там что-то другое? Или меняют законы? А законы меняют? Ну, меняют. Тоже меняют. Нету такой страны в мире, которым вы бы дали закон и сказали, слушайте, ребята, одна задача, ничего не делать с этим, ничего не отнимать, и упаси вас Бог, добавлять к этому что-нибудь. Испортите. Понятно, да? Нам дали совершенный закон, пришедший с неба, и сказали, это, нету больше справедливых таких законов. Ребята, вот вам, ничего с ним не делайте, главное, потому что точно испортите. И этот закон пришел откуда? С неба. И данным одномоментно, и ничего там делать нельзя. Это понятно? И этот закон определил справедливые отношения к различным вещам в обществе. И этот закон установил иерархию взаимоотношений. Определил, кто есть старший и кто будет давать оценки. Еще раз. Этот закон определяет, кто будет давать оценку. Оценочное суждение. Хотите суд? Это правильный ответ. Но там были вообще судьи. О, ты уже правильно начинаешь ориентироваться. А в наши... Что на рыбах? Опять крови. Послушайте, вы не поверите. Должен быть в обществе старший, который может выносить оценочное суждение. Вы знаете, чаще всего, что можно слышать. Причем, говорят люди, которые, знаете что, они не согласны. Они так и говорят. А я не согласен. Иногда рыба зовет кого-то и говорит. Послушай, это грех. И что, человек отвечает? Да, я так не думаю. Откуда вы знаете? Вы такое говорили? Или к вам уже приходили? Понятно, да? То есть, о чем идет речь? Есть тот, кто высказывает оценочное суждение. А есть те, которые говорят, они согласны. Так никто же не спрашивает, согласен ты или нет. Так суд дан царю. Да. Так рыба царю? Это... Ты когда решил сделать некоторое утверждение, что суд дан царю? Я второй раз говорил. Вот мне можно подтвердить местом писания? Ну, вы высказываете так, как будто ваше утверждение является аксиомой, не требующей доказательств. Нет, я спрашиваю. А, это был спра. Вопрос? Нет. Он дал право судить старшим. То, что делает младший. В вашем доме кто судит? Ваши дети или вы? Царь. Сема. Я знаю, вот с ним очень легко. Когда начинаешь на примере его семьи, тут сразу все на местах. Понятно, кто в доме главный. Понятно, о чем я говорю? Ну, слушайте, модель общины Божьей – это большая семья. И где есть старший? Послушайте, а так было всегда. Израиль – это большая мишпуха, они все родственники. Единая семья. Вчера же пели, если вы забыли. Это же не зря вас готовили к этими песням. Это одна семья, и в ней есть, в общем-то, вы не поверите, старший. На определенном моменте это был судья, на определенном моменте это был царь. Но, вы знаете, устройство Израиля было очень простым. Там, где они селились, по местам были поместные общины. Вы не поверите, и в поместных общинах был старший. Это даже в Новом Завете это написано. Что-то такое. Это не мой. А как он выключается? Это не твой телефон? А что он делает в твоем кармане? Это ребенка телефон. Это ребенка телефон, я вот не забыл. Он забыл в твоем кармане свой телефон? Понятно, да? Да, кстати, не хватает. Понятно, о чем я говорю? Это очень тяжело помещается в наши светлые головы. И я вам объясню, почему. Потому что здесь есть некий конфликт между интересами общества и личностей. А мы были воспитаны как независимые, свободные личности. И наша свобода, извините меня, это то, что называется беспредел. Свобода от всего. Свобода без обязательств. Извините. Есть свобода, которая дается для чего-то. И то свобода, о которой мы говорили. Свобода дрор. Свобода для. Есть свобода от. Это очень приятная часть. Очень радостная часть. Когда нас освобождает от чего-то. Но нас освобождает от чего-то. Ну, для чего-то. Один уже имеем. Аминь. Два. Аминь, 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 аминь. Смотрите. Еще раз. Евреи молятся. Говорят, слушай, мы хотели бы отсюда уйти. Нам вот здесь вот очень не нравится. Освободи нас от Египта. Ну, нам тут не очень. Раньше было как бы нормально, а потом стало плохо. Причем процесс был достаточно длинный. Когда им было плохо. Сколько времени? Да, вот правильно. Он посчитал, молодец. Минус жизни Иосифа, как минимум. 70. Ну, сколько было Иосифу, когда пришел папа? Может, 9 все-таки. Ну, сколько? Ура, мы выдавили эту цифру у себя. И что теперь делать? Перепроверь? Семь лет я понял. Я прошу прощения. Меня не это интересовало. Семь лет я понял. В 30 лет он предстал перед фараоном. Потом было по плану, но 7 лет чего? Я думал, что все начиналось изобилие. Я, извините, я думал, все начиналось изобилие, а оказывается, нет. Все начиналось хорошо. А на второй год, когда начался голод, пришел кто? Папа. Ну, и сколько ему после этого было? Я не знаю. У вас, может быть, более сложный подсчет? Наверное. Понятно, да? Просто они были достаточно долго там. Опять, мои хорошие, не имеет особого значения. Просто я вас немного тренировал, чтобы вы научились перелистывать Библию в разные стороны. Это с этим сличать, параллельные места смотреть. Научились чему-то, да? Вы же помните, вы считаете в декологии сколько заповедей, да? Уже посчитали, нет? Вы не пробовали делать то, что я вам рекомендовал. Вы же текст читаете. Вы же к 613 привязывались. Значит, вам не надо читать Библию. Вам надо посчитать другое источник. Вы не там ищете. Еще раз. Есть, в общем-то, со свойственными евреям подходом, они все систематизируют. Я сейчас спрашиваю то, что вы знаете? Или вы хотите услышать то, что я скажу? Давайте определимся. Спасибо. Итак, они все систематизируют. Есть два принципа систематизации 613 заповедей. Один по разделам, другой по тексту. Вам нужно взять, найти по тексту. И потом там в привязке к декологу посчитать, сколько заповедей выведены из деколога Маше. Тогда у вас все получится. Понятно, да? Вот, да. Ну, никто же вас за язык не тянул по поводу 613. Вы же ему подсказывали? У вас за язык кто-то тянул. Составлял? Нет? Вот, теперь отвечайте. Итак, евреи исходят из Египта. И мы сказали, что вообще история исхода была весьма странная с этими прибамбасами по поводу помазок косяки и все остальное сделать. С мясом все было хорошо, со всем остальным было непонятно. В общем-то, по большому счету, было не совсем понятно, почему именно таким образом мясо надо было готовить. Ну, и это можно было пережить. Можно было пережить все-таки мясо. Дальше мы выяснили о том, что они получают заповеди первые в Египте, потом по дороге они получают заповеди. И мы понимаем, что он их выводит куда? В пустыню. И по дороге грузит, по большому счету, заповедями. И, в общем-то, свобода, она похожа на то, что есть какие-то правила. Мы же ожидаем, когда мы свободны, то мы свободны от всего. А тут, оказывается, по ходу нам сообщают, что есть некий набор правил, которые надо исполнять. И когда Всевышний выводит их в Египет, он говорит, ну, слушайте, ребята, ну, по большому счету, свободны. Из Египта выводят в пустыню, что он их освобождает? Это только часть пути. Это не конечная цель. Нужно понимать, что когда Бог призвал вас и вывел вас из рабства к тьмы, это только начало пути, а не его, извините меня, конец. Многие люди, приходя в Новый Завет, они думают, что свобода, благодать. И потом смотришь, что вымытая свинья идет обратно, и пес возвращается на свою блевотину. Подожди, а где же свобода? Понятно, что вы были некогда рабами и были, знаете, кстати, абсолютно свободны от чего? От праведности. Мама. Оказывается, вы были свободными людьми. Понятно? Как вам такая идея? Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? Ну, Павел просто спрашивает у римлян. Говорит, вы что, не в курсе? Что кому вы отдаете себя, то есть в этом процессе, в общем-то, вы имеете активную роль. И говорит, или рабы греха и смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха от сердца, стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали тем рабами. Ну, так там написано. В 18-м. Не, не в Господе. Вы стали рабами праведности. Это 6-я глава, 20-й стих. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Ребята, вы абсолютно были свободны от этого. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость и конец жизни вечной. Если вы стали рабами праведности. А если вы не стали рабами праведности? Извините. Есть некая проблема. Вопрос номер 2. Как мы помним, мы призваны к чему были? Послушанию. Послушанию кому? Проще всего сказать Богу. Это очень удобно. Я? Это вы говорите. Ну, во всяком случае, когда он пришел, вы так начали говорить. Что вы говорили вам. Итак, еще раз. Есть некая часть. Она удобная. Проще всего, знаете, быть... Ну, то есть, ты и он, и все. А все остальные идут лесом. Аллилуйя. Был такой мужик. Звали его... И пришла пора умирать. Ну, у людей такое бывает. Не часто, обычно один раз. Не, некоторые два раза умудрялись это сделать. Были такие. Но, в общем-то, в стандартном случае это бывает один раз. Вот он как раз почувствовал, что уже пора. Ну, и ученики приступили к нему. Говорят, мы, в общем-то, хотели бы услышать какое-то нормальное наставление перед смертью. Ну, он говорит, желаю вам, чтобы вы боялись Бога. Ну, хотя бы так же, как людей. Они, он говорит, ученики ему говорят, слушай, ты ничего не перепутал? Говорят, как-то, ну... Наверное, наоборот, как-то должно быть. Что значит? Бога ж надо бояться больше, чем людей. Он говорит, да. Говорят, странно, говорит. Перед любимым грешить стыдно, а перед Богом нет. Я понятно объяснил? Очень странно. Вот эти взаимоотношения как-то выстраиваются по странному сценарию. Не стыдно. А перед людьми стыдно. Так, нужно, может быть, иметь все-таки внешний источник контроля. И перед ребом бывает стыдно. Вот поэтому он же живет как власть, которая может корректировать. И еще раз. Он поставил одних апостолами, евангелистами, учителями, пастырями на совершение. Пророки, да, извините, это очень важная часть. И все эти люди должны служить, совершая святых на дело служения. Вы не можете совершить сами себя. Вы знаете, вы можете изучать самостоятельное писание. Я надеюсь, вы так и делаете. Без меня, если нет, эта беда пришла. На самом деле вы обязаны самостоятельно изучать писание. И это нормальный процесс. Это нормальный процесс. В тех общинах, в которых мы находимся, этот процесс организован более-менее здраво и хорошо. И это правильно. Но есть места, где так нельзя. Ну, нельзя изучать писание. Православная церковь, вы не можете самостоятельно изучать писание. Вы не свободны, потому что вы должны понимать так, как понимали отцы церкви. Вы не свободны самостоятельно. То есть, Бог мне открыл. Не-не-не, ты не понял. Открыл он отцам церкви. А тебе надо вот там учиться. Тот же самый подход, в общем-то, находится и в ортодоксальном иудаизме. Вы не можете самостоятельно изучать Тору или Танах. Вам нужен наставник, у которого был, в свою очередь, наставник и так дальше. И только с его помощью вы способны правильно понять писание. Окей? Тут все понятно. У нас другая крайность. Это крайность. Это крайность. Но у нас другая крайность. Вчера покаялся, а сегодня он всем может объяснить, что там написано. И когда ему говоришь, алло, мне Бог сказал. Мне Бог открыл. Ты не понял? Вот так? Аргументы какие? Ну, Бог открыл. Ну, а что, кто я? Если Бог или ангел, конечно. Но если его послушать, то у Бога не все хорошо. Он одним говорит одно, другим другое. Понятно, да? Мои хорошие. Таким образом, он поместил нас в теле, чтобы мы, даже если он нам что-то открывает, могли, что делать? Рассуждать над тем, что он открывает. Я еще раз повторю. Если он вам что-то открывает, то вы должны способны быть, рассуждать вместе с другими, что же он вам, извините меня, открыл. То есть, это предполагает, этот процесс предполагает один неприятный момент. Вы можете ошибаться. Ваша безграничная уверенность в том, что вы правильно поняли, может быть ошибочной. И это порядок. И изначально вы должны быть согласны с тем, что вы можете ошибаться. Конечно, я говорю кочувственные вещи, как вы можете ошибаться, непонятно. Если у ВАИ открыты к тому, чтобы поделиться с кем-то и рассуждать с кем-то и принять другую точку зрения, то сомнений не будет, все будет нормально. Проблема заключается в том, что когда вы не предполагаете идти, не сомнений, что вы можете ошибаться, вот это проблема. Вы знаете, я знаю служителей, которые достаточно давно слышали, начали слышать и продолжают слышать голос Божия. Больше 50 лет есть такие пророки. И эти люди, как правило, говорят, я верю, что это говорит мне. Они, в общем-то, ну как-то слышат его. Ну, я говорю, я верю, что это Бог мне говорит. И это люди, которые достаточно хорошо знают Писание и способны сопоставить слово, которое они слышат, с текстом Библии. Большая проблема возникает, если вы слышите, но сопоставить не можете. Я понятно объясняю? А? Да, сопоставить с Писанием. Не только, что это значит, то, что ваше откровение не противоречит тому, чему учит Бог. То, что ваше откровение согласуется со всем Писанием и не противоречит тому, что открыл Бог в своем письме всем людям. Понятно, да? Это важный момент. Просто, чтобы вы были готовы. Второй момент, о чем мы говорили. То, чтобы в Церкви Божьей был порядок, установлено духовное лидерство или духовная власть. И, прежде всего, вам нужно идти делиться не на домашнюю группу, а к тому человеку, который является, в первую очередь, для вас духовной властью. Найдите время. Если вы придете и скажете, мне Бог про тебя такое и открыл, или мне Бог открыл, хочу поделиться откровением. Если не найдешь времени, пойду к раввину. Вот вы знаете уже, что делать. Послушайте, это ваша задача. Тогда вы сможете рассудить, что Бог сказал, для чего Он сказал. И самое главное, что теперь со всем этим счастьем делать. Идти ли к другому человеку и говорить ему, или помолчать, и начать молиться за него. Что делать? Понимаете, о чем идет речь? Потому что зачастую, когда Бог нам говорит, мы решаем, что нам первое, что надо сделать, пойди поделиться с этим человеком. А иногда это может разрушить вообще человека. Вогнать его в депрессию. Особенно, если вы решили его обличать. Или открывать ему будущее, которое ему может не понравиться. Это же Бог сказал. Не хухры-мухры. Должен всю жизнь изменить свою теперь. Я же тебе сказал, что он мне сказал. Поэтому давай, начинай меняться. Понятно, о чем мы говорим? Есть определенный порядок в теле Мессии. Он установил специальным образом служителей, которые помогут вам научиться правильно слышать голос Божий, истолковывать его, и употреблять. Они помогут вам возрасти в вашем даре. Они не против, они за. Но если вы не будете правильно управлять вашим даром, ничего хорошего из этого, извините меня, не получится. Вы будете вредить телу Мессии. Это одна часть. Вторая часть, вы не будете нормально возрастать в вашем даре. И тогда получится. Вы кому-то пророчествуете, вас начинают останавливать. Я говорю, что вы это делаете не так. Вы начинаете возмущаться, говорить, этот человек, который поставлен надо мной, он не дает Божьей воле совершиться в теле Мессии. Враг какой-то. Я именно пророк, а он мне рот затыкает. Как же его слушаться после этого? А? Да. А может вы где-то не то сделали, вам надо просто покаяться? И просто стать под духовную власть. Понятно? Я не вижу, я не вижу нигде в Писании и в истории Израиля, когда бы поместная община имела демократическое устройство. Вы меня простите. Я не вижу места в Писании, где все собирались и решали большинством, что им делать. Это демократия, когда по большинству. И вы не поверите, не всегда большинство право. Второй момент. Я не верю в то, что младенцы способны правильно принять решение. Угадать могут. То есть у них, может быть, теоретически угадали. Но в большинстве случаев, извините, я понятно объясняю? Второй момент, что, ну извините меня, вы часто не идете к зрелым служителям, а идете к таким же, как и вы. Или к младенцам. Ну, так просто. Так понятно. Авторитет так может возрастать еще. Собственно, в глазах других своих чувствуешь себя хорошо. А пойдешь к старшему, он вдруг скажет, не то, не так. Еще что-то начнет корректировать. Кому это надо, правильно? Лучше расти, как сорняк. Еще раз. Вас кто-то должен что делать? Совершать. То есть кто-то должен над вами производить некую работу. Что за мысль в голове? Это смущает? В церквях часто учат о наставничестве. Когда один имеет над собой наставника, но говорят, что и у тебя должны быть те, кого ты совершаешь. И вот момент, вопрос, ну, ведь, может, это такой быть человек, который мои какие-то вещи буду говорить, так совершать. И вот о чем вы сейчас говорите? Окей. Хороший вопрос. Спасибо. Он содержит половину ответа. Правда заключается в том, что вас кто-то совершает. Совершает на что? На дело служения. Если ваше дело служения наставничество, то вы будете наставлять других. А если ваше дело служения молитва, то вам надо быть наставником. А если ваше дело служения вспоможение, то вам надо наставлять кого-то? Это может быть просто неважда. Другая сторона. Каждый из вас, каждый из вас может быть наставником для новообращенных. Каждый. Вы знаете уже больше, чем они. И поэтому вы можете делиться с ними теми знаниями, о которых, ну, которые вам известны. Но это не говорит о вашем душепопечении. Разницу чувствуете? Есть часть душепопечения, а есть часть, когда вы наставники для тех людей, которые вчера покаялись. Вы заводите их в общину. Вы делитесь своим пониманием писания. Можете спокойно отвечать на их вопросы, которые они задают. Окей, никаких проблем нет. Но если вы не душепопечитель и не имеете такой ответственности в общине, то лучше вам этим не заниматься. Да, пожалуйста. Первый вопрос. Любой евангелист является душепопечением того, кого он... Вы не услышаны. Еще раз. Я не сказал о том, что вы являетесь душепопечительным. И как раз сказал, что не надо этим заниматься. То есть, привет и гивон крэба? Нет. Еще раз. Вы, евангелизируя людей, в состоянии ответить на все их вопросы, которые возникают. Ну, скажем, не на все, может, на большинство вопросов, которые у них возникают. Окей. И желательно, чтобы ваши ответы базировались на простом понимании Писания. Причем на простом понимании Писания ихнем, а не вашем. Когда я пришел в Церковь Божию, и мне очень понравилось, что когда я задавал вопрос, человек был способен открыть место Писания, попросить меня прочесть, что там написано, и спросить меня, как я это понимаю. Я говорю, вот так. Он говорит, ну, правильно понимаю, что так поступать. Вот это, ну, как бы, хотите назвать это наставничеством? Назовите это наставничеством. Но это не часть душепопечения. И когда вы не являетесь пастырем или душепопечителем, то вам не надо лезть в чужую жизнь и корректировать там какие-то моменты, объяснять, что человеку делать. Это не манипуляция всегда. Если вы являетесь душепопечителем, вы можете дать конкретные советы по ситуации человека в семье, по Писанию. Вы можете это сделать. И если вы не являетесь, то лучше вам этого не делать. Разница, чувствуете? Есть служение консультирования. Это отдельная сторона. А что вам? Что-то произошло. Окей. Давайте прервемся на перерыв. Я так понимаю, со временем 5 минут перерыв. И потом продолжим.